Итак, друзья, новость компании Яндекс. Яндекс перешел на свои собственные лидары в беспилотных автомобилях. Беспилотный флот Яндекса перешел на собственные лидары. Почему это важно и в чем их особенности? Если вы видели наши беспилотные автомобили вживую или на фотографии, вы наверняка замечали, что у них на крыше установка, которой нет обычных машин. Внутри нее, среди прочего, размещается лидар, один из основных сенсоров беспилотного автомобиля. 2021 года мы используем во всех наших беспилотных автомобилях последнего поколения лидары собственной разработки. Важная особенность нашего лидара, он может в реальном времени менять свои параметры и адаптироваться под дорожную ситуацию. Например, на скоростных шоссе лучше видеть машины вдалеке, а на узких улицах более детально расследить пешеходов вблизи автомобиля. Мы расскажем о том, как в 2019 году мы начали делать свои лидары, какими характеристиками обладает программированный лидар и почему собственный сенсор так важен для дальнейшей разработки беспилотной технологии. Так вот выглядит беспилотный автомобиль Self-Drive от Яндекса. Зачем беспилотнику нужен лидар? Лидары, камеры, радары, глаза большинства беспилотных автомобилей. С помощью беспилотная система познает окружающий мир, например, сигнал светофора автомобиля людей измеряет размеры окружающих объектов и скорость, расстояние до них. Благодаря этому у машин есть данные, чтобы понимать, как безопасно перемещаться по дорогам и реагировать на дорожные ситуации. Один из основных сенсоров беспилотного автомобиля — лидар. Он каждую секунду испускает миллионы безопасных для людей лазерных лучей, которые отражаются от объектов и возвращаются обратно. Получается лидарное облако — совокупность точек, которые создают трехмерную картину окружающего мира. По отраженным сигналам лидар можно определить форму объектов и расстояние до них с точностью до сантиметра. Лидар может определять точные очертания объектов на расстоянии в сотни метров. Эту информацию не получить с камер или радара. Еще лидар видят в темноте и благодаря алгоритмам фильтрации шумов автомобили могут уверенно ориентироваться в пространстве даже в сложных погодных условиях вроде снега или дождя. Также лидар помогает беспилотному автомобилю понимать свое положение в пространстве. Для этого система в реальном времени сравнивает трехмерный скан окружения с загруженными в систему трехмерными картами. Вот такую картину создает лидар. И, соответственно, друзья, первые лидары Яндекса. Вот так теперь они выглядят. Изначально мы использовали лидары других компаний, но их возможности были ограничены теми функциями, что закладывает производитель. В 2019 году мы сами проектируем лидары. Они помогают нашей системе беспилотного управления решать задачи, с которыми ей приходится сталкиваться. Мы начали с двух прототипов. Они имели разную конструкцию. Первый лидар располагал обращающимся блоком, а второй был неподвижным. Оба наших лидара имели параметры дальности и разрешения, сравнимые с лидарами стороннего производителя. На создание прототипов шло 9 месяцев. Когда лидары были готовы, мы установили их на несколько беспилотных машин, чтобы понаблюдать, как они поведут себя в эксплуатации. Сравнили их с другими. Неподвижный лидар лучше проявил себя на испытаниях. Во-первых, такая конструкция в целом надежнее, в ней нет тяжелой подвижной электрики, поэтому она лучше переносит тряски и морозы. Во-вторых, из-за особенностей конструкции лидар был более гибок к настройке, а задавать нужные параметры нужно было как заранее, так и прямо во время поездки на ходу. Именно эта конструкция легла в основу лидара, которую мы сейчас устанавливаем на нашу машину. Вот так вот выглядит он. В чем преимущество? Параметры лидара можно менять в реальном времени. Друзья, кстати, вот так. Видите, выезд на узкую улицу. Вот непонятно где старый, где новый. Лидар. Ну, давайте посмотрим уже, как все это выглядит в реальном времени. Вот два лидара. Замещают картинку, я так понимаю. С двух лидаров. И выглядит это очень-очень потрясающе, на мой взгляд. Параметры лидара, количество лучей, угол обзора, дальность можно изменять заранее или во время поездки. За счет этого беспилотный автомобиль лучше подстраивается под разные дорожные ситуации. Например, при движении по узким улицам мы можем сконцентрировать большую часть лучей на дороге перед автомобилем, чтобы повысить плотность лидарного облака вблизи или детально разглядеть людей и небольшие объекты, например, дорожные конусы. На широких скоростных трассах, наоборот, мы можем сосредоточиться на объектах, которые находятся в отдалении. Это позволяет заранее понять обстановку впереди, где находится машина, нет ли аварии или дорожных работ. Наш лидар поможет распознать легковой автомобиль на расстоянии в 200 метров, а фуру на расстоянии в 500 метров. На картинке ниже момент выезда беспилотного автомобиля с узкой улицы на широкий проспект. Лидар переключается на сканирование дальнего объекта. Можно заметить, что автомобили вдалеке стали чётче. Да, так и есть. Вдалеке прямо чёткость повысилась, а вблизи ухудшилась. Хотя, вы видите здесь автомобили? А, да, да, вон они, вон они. Всё, я вижу автомобили действительно. Вот они. Значит, благодаря лидарам, которые способны отчётливо видеть объект вдалеке, беспилотному автомобилю проще определять своё местоположение. Это особенно важно в заносе, в зонах с очень плотной застройкой вокруг дороги. На эстакадах, широких проспектах и шоссе автомобиль различает здание на расстоянии 600 метров и получает достаточно данных для сравнения с трёхмерной картой. Менять параметры лидара можно для более сложной задачи. Например, если алгоритм сигнализирует, что какой-то объект сложно определить в текущих условиях, мы можем увеличить плотность лидара, лидарного облака, точнее, в этой зоне. На видео показано, как видит мир центральный лидар, дополнительные лидары по бортам и спереди автомобиля исключены из демонстрации. Это только передний лидар, друзья. Ну, естественно. Лидар стал надёжнее. В наших лидарах нет подвижной электроники. Они меньше изнашиваются со временем и не так подвержены температурным искажениям, как вращающиеся лидары. Во время тестов наши лидары показали одинаковую хорошую работу при температуре от минус 30 до плюс 30. Благодаря этому их можно использовать практически всюду. В жарких странах, в местах, где бывает морозная зима, доступ к сырым данным позволяет улучшить распознавание объектов. Имея свой лидар, можно получить доступ к его сырым данным. То есть к данным в том виде, который они имеют до обработки на устройстве. Лидары сторонних производителей также такой возможности не дают. В них данные фильтруются на этапе сбора. Ну, друзья, далее вот, собственно, и всё. Плюсы лидаров. Лидары, созданные в Яндексе, стоят столько же, сколько лидары сторонних производителей, которые мы использовали раньше. При этом они лучше подходят для наших задач. Видят дальше, точнее распространяют объекты и способны подстраиваться под разные ситуации на дороге. Сейчас лидары, разработанные в Яндексе, оснащены все наши беспилотные автомобили четвертого поколения. Машины проехали с ними уже более полумиллиона километров. Свои лидары мы будем устанавливать и на все новые автомобили. На создание лидара в общей сложности ушло два с половиной года. Это отдельно с небольшой срок относительно. Мы смогли улучшить, мы смогли вложиться в него, потому что к началу разработки уже располагали внушительным флотом бипилотного автомобиля и могли сразу же приступить к тестированию разработок. Мы продолжаем совершенствовать лидары и разрабатывать новые. Например, сейчас мы тестируем прототипы боковых лидаров для распознавания объектов на близких расстояниях и проектируем основной лидар для наших роботов-курьеров. Друзья, вот собственно и все. Вот такая новость. Ссылка на нее будет, как всегда, в описании. Всего доброго. Всем пока. До свидания.